Друзья, всех приветствую! В этом небольшом видео я покажу, как можно легко и просто создать свой Apple ID. Эксперимент буду показывать на iPhone SE, на котором установлена прошивка iOS 12.1.1 третья бета-версия. На самом деле прошивка не имеет значения, принципы везде одинаковые. Итак, приступим. Для того, чтобы зарегистрировать нам Apple ID, нам необходимо зайти в настройки и вот сюда. Apple ID. Войдите в свою учетную запись Apple ID, чтобы использовать iCloud, iTunes, App Store и другие службы. У нас его нет. Нажимаем сюда. Нет Apple ID или забыли его. Нажимаем. Создать Apple ID. Здесь мы выставляем дату рождения. Ну, давайте, пускай это будет у нас 26 ноября. К примеру, 1988 года. Нажимаем далее и вводим фамилию. Например, мы будем с вами Иван Петрович. Можете регистрироваться на русском языке, можете на английском, в зависимости от страны, где вы живете. Нажимаем далее. И здесь у нас появляется запрос. Использовать текущий имейл, либо получить бесплатный имейл iCloud. Смотрите. Если мы нажимаем сюда. Здесь вы можете ввести ваш имейл основной, которым вы пользуетесь. Это может быть Gmail, Outlook, Яндекс.Почта, Mail.ru и тому подобное. То есть, здесь вы можете вставить свой имейл. Он и будет являться Apple ID основным. Но, если вы хотите получить бесплатный электронный адрес, то мы нажимаем сюда. И здесь у нас, вот видите, получается, мы можем ввести любое имя. Например, Иван 123. К примеру, iCloud.com Значит, новости Apple. Здесь мы можем включить или выключить. Ну, пускай будут. Проверяем. Адрес электронной почты уже занят. Невозможно создать Apple ID. Значит, нам необходимо ввести другое название нашего iCloud. Ну, например, давайте Иван Иван Четочка Петров Петров 007 008 007 Пробуем. Итак, как вы видите, сейчас все сработало. Наш Apple ID Иван Иван Петров 007 At iCloud.com Этот адрес электронной почты будет использоваться в качестве вашего нового Apple ID. Вы не сможете изменить его позже. Все. Если вам нравится название, мы можем нажать продолжить. и здесь мы придумываем пароль. Ну, например, пароль придумываем на ваше усмотрение. Итак, нажимаем Далее. Теперь здесь необходимо ввести контрольные вопросы. Их всего три. Если вы вдруг забудете пароль, то вам при восстановлении пароля необходимо будет на них отвечать. Итак, вопрос. Имя лучшего друга детства. Кличка вашего питомца. Давайте вот это выберем. Например, шарик. Здесь мы можем ввести либо латиницей, либо русскими. Давайте введем русскими. Шарик. Отлично. Контрольные вопросы. Второй из трех. Давайте дальше. Любимая книга детства. Модель первого средства при движении. Например, давайте вот так вот. Велосипед. Велосипед. Так. И третий вопрос. первый пляж, на котором вы побывали. Какой музыкальный альбом вы приобрели первым. Название вашей любимой спортивной команды. давайте, например, не знаю, Спартак напишем. К примеру. Отлично. Все у нас работало. Дальше. Условия и положения. Здесь мы можем прочитать условия предоставления услуг различных. Если хотите, можете это все прочитать или просто нажимаем принимаем принять. Вход в iCloud. Здесь нас спрашивается, хотим мы объединить контакты, которые у нас есть в телефоне с учетной записью iCloud. так как у нас учетная запись новая. Мы можем объединить или не объединять. На ваше усмотрение. Я нажимаю не объединять. Все. У нас здесь появилась функция двухэтапной аутентификации. я вам ее не могу посоветовать включать. Можете включить ее. Это дополнительная защита. Можете ее не включать. Я ее обычно не пользуюсь. Поэтому я ставлю не сейчас. Нажимаем iCloud. И вот мы можем видеть. У нас бесплатно доступно 5 гигабайт. Используется уже 208 килобайт. iCloud у нас подгружает следующие функции. Почта, календари, напоминания, заметки. И самое главное есть функция найти iPhone. Дата функция очень опасная. Она включается. Если вы забываете свой iCloud, то будет очень сложно восстановить его. Я обычно тоже не включаю найти iPhone. И теперь мы можем например зайти в App Store и скачать какое-либо приложение. Например, давайте скачаем WhatsApp. WhatsApp у меня на немецком языке. Вот видите, опять у нас появляется запрос, чтобы мы вошли в наш Apple ID. Нажимаем ОК. здесь у меня появляется настройка на немецком языке. Говорится о том, что нужно проверить настройку. Здесь мы выбираем нашу страну, если у вас вылезет такая настройка. Например, ставим страну Россия. по-немецки это будет вот так. Все, видите, у нас перевелось все на русский язык. Принять условия и нажимаем Дальше. Здесь нас приветствует окно способ оплаты. Если вы не покупаете приложение или можете добавить Visa, MasterCard, American Express и тому подобное. Можете также добавить мобильный телефон. Вот, пожалуйста. И здесь нам необходимо указать адрес. Ну, например, 1, 2, 3. Почему-то здесь 3 поля сразу же появилось. Ну, давайте мы напишем, например, дом 9 пускай будет у нас. Индекс будет таким. И номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5. В общем, примерно так. Нажимаем готово. Заполните все поля. Так, город Москва. Москва. Далее. все. На этом этапе у нас полноценно рабочий Apple ID, о чем свидетельствует данный экран. Apple ID создан. Теперь для доступа ко всем сервисам Apple можно использовать учетную запись Иван Петров 07 iCloud.com продолжить. Продолжить. Еще раз нажимаем дополнительно. Снова вводим WhatsApp. Нажимаем кнопку загрузить. Здесь пишется, что у меня автоматически открылся App Store в стране Австрии и мне предлагает телефон сменить на российский App Store. я нажимаю ОК. Итак, наконец магазин приложения у нас теперь на русском языке и нажимаем загрузить. Снова вводим пароль. Все. Отлично. Приложение у нас загружается. Дальше запрашивать пароль для других покупок на этом устройстве. Запрашивать всегда либо через 15 минут. Через 15 минут. Не надо 100 раз запрашивать его. Все. Смотрим. Вот видите, приложение скачивается и теперь у нас полноценный рабочий Apple ID. Вот так это делается. Это, в принципе, несложно зарегистрировать, сделать. Самое главное всегда помните ваш Apple ID и помните пароль с которым вы регистрировались. Потому что в случае, если включится функция найти iPhone и вы забудете пароль и Apple ID, то iPhone невозможно будет пользоваться в течение долгого времени, пока вы не восстановите учетную запись, либо не отключите функцию найти iPhone. Вот. Все, друзья. Надеюсь, видео было полезным. Спасибо за внимание и всем пока. Пока.